Анализ аварийности на дорогах Щелковского района за 2016 год, план работы по ремонту автодорог на 2017 год. Эти и другие вопросы были рассмотрены на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось в администрации района. Открывая заседание, исполняющий обязанности руководителя администрации Алексей Ивалов в целом дал высокую оценку работе за прошедший год сотрудников полиции, занимающихся вопросами безопасности дорожного движения. Уважаемые коллеги наши с ГИБДД работают довольно-таки профессионально, и я считаю их принципиальность в отношении всех нерешенных вопросов и желание совместной работы сделать обстановку абсолютно безопасной, теперь у Щелковского района, внушает нас уверенность, что эта работа, конечно, будет приходить к логическому завершению. На заседании комиссии назывались итоговые показатели дорожно-транспортного травматизма за прошлый год. Цифры, которые характеризуют ситуацию на дорогах, показывают в целом позитивную тенденцию, снижение количества ДТП. Их стало меньше почти на 15%. Если в 2015 году в фактическом выражении их было 162, то за прошлый год зафиксировано 138. Как выводу можно сказать, что принятыми мерами и проведемой префактической работой удалось не допустить роста ДТП. Количество погибших в районных на дорогах Щелковского муниципального района, обслуживающих отделом ГИБДД, отмечает снижение общего роста ДТП на 14,8%. Количество погибших на 29,2%, на 25,4% тяжесть последствий не делается на 4,5%. На комиссии обсуждалось и проведение ремонта дорожного покрытия как на районных и поселенческих трассах, так и на внутридворовых территориях. В 2017 году МОЗ «Автодором» в плановом порядке будет отремонтировано более 30 километров дорог. Разработана карта по выполнению ямочного ремонта. На контроле у дорожников будет находиться и автомобильная трасса Щелково-Фрянова. Внимание к ней повышено еще и потому, что она вошла в утвержденный правительственный перечень дорог Московской области, признанных наиболее аварийными. На заседании комиссии были рассмотрены и адреса, где для нормализации ситуации требуется вмешательство власти. Глава сельского поселения Гребневская Марина Бобырь обратилась от лица жителей, проживающих на улице Березовая, с просьбой поставить шлагбаум, ограничивающий проезд по дороге в ближайший лесок. Туда наведываются компании отдыхающих, которые своим посещением Березовой рощи делают жизнь жителей из близлежащих домов, просто невыносимой. Осенью прошлого года обратилась сельница, что в Березовую рощу у нас существует заезд. Именно вот в этом месте. То есть в свое время мы там перекапывали этот заезд. На комиссии принято решение установить шлагбаум. Были также рассмотрены и более сложные вопросы. Так, например, для принятия окончательного решения в отношении пешеходного перехода и выезда с автозаправочной станции трасса возле гипермаркета «Глобус» решено было создать рабочую группу. В ее работе примут участие все заинтересованные стороны. Андрей Циханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелкан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова